Накануне в районе прошло очередное 32-е заседание Совета Республики Башкорстан 3-го созыва. В соответствии со статьями 39-го регламента Совет решил включить в повестку дня несколько вопросов. С докладом о внесении изменений и дополнений в устав муниципалитета выступил Ахат Исламгулов. Основными темами его доклада стали участие в деятельности по утилизации и захоронении твердых отходов на территории, организация в подготовке кадров для муниципальной службы, преобразование района, исполнение обязанностей депутатов и другие. Волномочия депутата, члена выборного органа, местного самоуправления, выборного должностного лица, местного самоуправления иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращается досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных в федеральном законе от 25 декабря 2008 года номер 273 ФСД по противодействию коррупции. Следующим докладчиком на заседании стала исполняющая обязанность заместителя главы администрации по социальной и кадровой работе Лира Терегулова. Она рассказала о состоянии работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по предупреждению правонарушений по итогам 2015 года и первого полугодия 2016 года. А в завершение своего доклада обратилась к присутствующим с просьбой поддержать профилактическую работу комиссии. Наверное, это общая задача, чтобы наши дети совершали меньше, скажем так, правонарушений и росли достойные граждане, потому что одна комиссия сама будет и ничего не сделает. Это наша всеобщая проблема и работа. И поэтому, проводя заседание комиссии, у нас в каждом заседании практически по 25 судей мы рассматриваем. То есть 20-25 протоколов, если взять за месяц, получается 50 протоколов составляется либо в отношении родителей, либо в отношении детей. Это достаточно большая цифра. Поэтому, конечно, профилактическая работа, она должна быть организована на всех уровнях, и с родителями в том числе. О состоянии и мерах по дальнейшему социально-экономическому развитию сельского поселения доложил Оскар Кинжалеев. Он поделился статистическими данными об изменениях в составе населения 10 близлежащих деревень, а также о площадях, количестве дворов, сельхозхозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах и объектах социально-культурного значения, находящихся на территории сельского поселения. Далее председатель комитета по управлению собственностью Минземьимущества Республики Башкортостан по району Марина Сычева выступила с докладом о передаче имущества в муниципальную собственность сельских поселений, а также о внесении изменений в решение Совета от 15 декабря 2014 года о принятии нормативных актов, регламентирующих порядок оформления прав пользования имуществом и определении годовой аренды имплаты за пользование муниципальным имуществом. Корректировки связаны с соединением объема безвозвездных поступлений из республики бюджета, на уточнение денежных средств, на счетах, на начале года и переполнение доходной части бюджета муниципального района, а также при распределении в отдельном направлении расхода. Каждое внесенное предложение об изменениях и дополнениях были рассмотрены Советом, проведено голосование и принято решение.